здравствуйте вы на канале адемс мы находимся в международной академии заточки где вы можете освоить профессию заточник весь этот инструмент мы научим вас затачивать а сегодня мы для вас приготовили новинку станок адемс слайсер каждый аспект адем слайсер разработан с душой и вниманием деталям на базе станка адемс фронтой вы можете приобрести устройство адем слайсер отдельно или в комплекте с корпусом станка с частотным преобразователем станок идеально подходит для мастерских клиентами которых является фермерские хозяйства предприятие общепита и даже кейтеринговые компании и да его можно приобрести за счет государства что делает инвестиции в качество и эффективность еще доступны заточки круглых ножей основная сложность это сохранение функционала с адем слайсер вы получаете не просто заточку а сохранение геометрии и диаметра ваших ножей это означает что каждый нож будет работать как новый после каждой заточки и благодаря уникальной технологии фаска ножа превращается в микропилу увеличивая рабочие характеристики с каждым использованием индивидуальный подход каждому ножу гарантирован благодаря частотному преобразователю регулируемой скорости вращения и набором опор и дополнительных конусов фаска при заточке получается с перпендикулярным расположением насечки после заточки что позволяет создать в работе слайсера микропилу который увеличит рабочие характеристики ножа от заточки до заточки диаметр слайсерных ножей которые вы можете превосходно заточить от 195 до 400 миллиметров а посадочный диаметр слайсерных ножей варьируется от 11 до 59 миллиметров угол заточки от 20 до 30 градусов вся конструкция станка дает вам полный контроль над процессом для тех кто стремится к совершенству рекомендуем укомплектовать станок адем слайсер устройством для полировки это позволит достичь идеальной гладкости и остроты режущей кромки станок адем слайсер это выбор профессионал который ценит качество и долговечность он не просто улучшит процесс заточки но станет вкладом в развитие вашего бизнеса теперь вашими клиентами могут стать целые сети мясоперерабатывающих производств расширяйте ассортимент своих услуг и присоединяйтесь к числу удовольных пользователей и позвольте адемс слайсер внести революцию вашу работу станок адемс слайсер что он из себя представляет устройство само заточное устанавливается на штатный станок адемс фронт плейт предварительно убирается планшайба если у вас уже он есть то хорошо вам достаточно приобрести только заточное устройство и установить на штатный станок если у вас нету фронт плейта тогда вам необходимо купить весь этот станок мы уже предварительно установили заточное устройство на станок и сейчас я вам покажу из чего она состоит вот эти вот маховиком мы делаем подачу ножа к абразиву следующий маховик отвечает за вращение ножа слайсера и и вот этот маховик у нас отвечает за изменение угла заточки ножа слайсера в комплектацию станка входит дополнительно устройство для снятия заусенца она устанавливается вот сюда вот дальше вспомогательные опоры мы в дальнейшем покажем для чего они используются дополнительно можно приобрести различные абразивы конусы вот это в комплект не входит это очень важно если к вам на заточку приносят ножи слайсеров с внутренним посадочным от 11 до 28 миллиметров мы используем малый конус если ножи с посадочным от 25 до 43 идет конус штатный если больше от 41 до 59 то это вот этот конус его нужно тоже дополнительно приобретать далее в комплект не входит и вы дополнительно мы вам рекомендуем его приобретать это устройство для полировки заусенца после заточки вот так вот он уставится во время вращения этого диска мы полируем режущую кромку далее для демонтажа и монтажа самого диска заточного мы используем магниты для подготовки к заточке мы опускаем механизм и соответственно начинаем настраивать угол как затачивать мы вам сейчас очень подробно покажу всем привет с вами владимир сидоренков и сейчас я хочу вам показать действительно как работает данное приспособление для удержания слайсера и последующие его заточки то есть что нам нужно в первую очередь мы берем вот эту приспособу одеваем вот сюда на ось вот она встала здесь есть штырек далее берем магниты то есть вот таким вот образом сюда устанавливаем берем вот этот конус и с помощью этого конуса прижимаем в отверстие сам нож когда приходит нож от слайсера нож для слайсера с большим диаметром например ну того посадочного места которые вот до этого мы затачивали то есть у нас есть вот такая вот шайба которая здесь одевается и вот такое вот как сказать колечко то есть она сюда тоже вставляется вовнутрь вот и за счет этого идет прижим четкий то есть как раз нож не будет проваливаться туда вовнутрь далее у нас идет тарелка зерно 125 на 100 есть вот такая прижимная шайба винт и шестигранник все это в комплекте об установили далее мы снимаем со стопора берем ролик ну правой рукой закатываем его в этот паз конструкция стоит в рабочем положении теперь мы крутим маховик и подаем нож в зону заточки но не до конца не касаемся круга и чтобы круг у нас свободно вращался до начала заточки устанавливаем угол заточки 0 устанавливаем на само приспособление и начинаем занижение ну например поставим 31 градус то есть сейчас это не точная цифра но около 30 это будет нормальный угол заточки то есть угол заточки самого подвода ну 31 этого будет достаточно теперь мы включаем станок наша задача включить круг по часовой стрелке то есть вот у нас идет вращение по часовой стрелке обороты ставим на максималку полторы тысячи оборотов и рекомендации от застройщика а от производителя вот то есть мы делаем вращение круга по часовой и вращение самого ножа тоже по часовой в это время мы небольшое количество опускаем и начинаем производить заточку то есть подачу правой рукой делаем по чуть-чуть то есть правая рука делает подачу против часовой левая рука крутит по часовой вот сейчас слышно идет сначала заточка потом прерывается да то есть получается что сам нож после сам нож после заточек был собственно некорректно сделано заточен и он имеет форму эллипса в данном случае мы с помощью этого приспособления можем выровнять как раз окружный то есть мы можем левую руку ускорить и до равномерки как у нас кардио кардио пошла кардио нагрузка подняли выключили и проверили что мы видим мы видим ровненький вот здесь подвод вот он идет 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 здесь он прерывается здесь опять начинается и вот здесь вот небольшой кусочек то есть наша сейчас задача сделать равномерный подвод сейчас зарисуем сам подвод маркером чтобы нам потом понять насколько у нас все стало равномерным то есть произошла вся заточка ну я так беру с небольшим запасом то есть не конкретно сам подвод ну все сейчас мы проверим подвод какой у нас получился я специально делал запасом закрашивал маркером то есть но у нас где-то подвод получился чуть больше где-то он чуть чуть меньше но это опять же из-за эллипсности самого круга но здесь мы конечно можем это все выровнять но уйдет очень много времени и ресурс самого круга поэтому мы уже вышли на режущую кромку то есть мы получили заусенец поэтому в принципе сейчас поставим уже финишный круг то есть у нас был зерном 125 на 100 сейчас мы установим 20 на 14 вот это где-то будет порядка 1000 грит и как раз вот это вот перпендикулярная насечка на самом подводе до относительно режущей кромки то есть нам как раз 20 на 14 даст прям именно четкий четкую такую рисочку которую оставят и появится но останется точнее очень легкая микро насечка вот и круг будет очень круто работать и теперь меняем на 20 на 14 ей как раз сделаем финиш сделаем финиш потом с внешней стороны уберем заусенец ну точнее с противоположный да мы сейчас прорабатывали подвод под углом 30 градусов то есть заусенец у нас вышел на ту часть оттуда уберем заусенец а потом заполируем с помощью станка тм видите как хорошо когда есть такая штука все поехали дальше по часовой и выполняем те же самые движения мы хотим посмотреть результат здесь главное не запутаться то есть правая рука должна крутануть по часовой хоп и теперь мы можем выключили и смотрим на результате он ну то есть у нас в принципе получено однородное пятно контакта теперь нам надо с внешней стороны отсюда убрать заусенец чтобы он надломился а потом уже с помощью станка тм сделать полировку проверили однородное однородность пятна контакта теперь мы его опускаем и вот в этой части у нас будет задействован вот такая вот приспособа задействована для того чтобы по внешней стороне убрать заусенец установили коснулись и вот таким вот образом устранили заусенец заусенец устранен и теперь подключается станок тм для того чтобы нам полирнуть нож слайсера не снимая его с установки мы можем с помощью вот такого приспособления которое крепится на станок тм то есть здесь сейчас у нас установлен маслиновый круг паста люксоровская то есть принципе вот он в рабочем состоянии вот фиксируется здесь есть ручка и вот таким образом мы его сюда вот на эти салазочки одеваем выставляем в том положении которое нам необходимо в данном случае я вот в этой точке сделаю остановку то есть вот я его включаю выставляю и начинаю полировку в это время я делаю вращение то есть в принципе ничего такого сверхъестественного здесь нету я даже вижу как отваливается заусенец выключаем вытаскиваем вытаскиваем из крепежа убираем сам станок ну то есть здесь вот достаточно острый получается край ну а теперь момент истины мы заточили нож для слайсера снова с помощью нового приспособления вот и теперь проверяем как он режет бумагу шикарно режет бумагу и здесь как раз слышен вот этот вот момент микро пилы то есть которая будет работать гораздо дольше потому что все рисочки направлены именно на подводе перпендикулярно режущей кромки а теперь приятная новость в описании к этому видео находится ссылка перейдя по которой вы попадаете на акционное предложение по этому станку спешите предложение ограничено по времени на этом все до новых встреч с вами были владимир и эдуард до свидания пока пока пока